В настоящее время ассортимент наших садов представлен в основном плодовыми культурами, такие как яблони, груша, реже слива. А такие культуры, скажем, как абрикос, все-таки для большинства садоводов еще далекая-далекая новинка. Представляем вашему вниманию абрикос сорта «Саратовский рубин». Это совершенно новейший сорт последней селекции селекционера Голубева Михаила Александровича. С крупной массой плода, высокой урожайностью и очень высокими вкусовыми качествами. Время посадки. Если вы сажаете саженцы с открытой корневой системой, то для них время посадки либо конец апреля, начало мая, то есть после того, как сойдет снежный покров, но еще земля основательно не прогреется. Это у нас в разных климатических зонах, это разное время. Допустим, на Урале это время конец апреля, начало мая. Последняя декада апреля, первая декада мая. Это весеннее время посадки с открытой корневой системой. И осеннее время посадки с открытой корневой системой – это вторая, третья декада сентября, первая декада октября. В данном случае вам предлагается сажение с закрытой корневой системой, выращенной контейнерным способом. Время его посадки с апреля по октябрь, то есть абсолютно в любое время года. Потому что здесь мы ком земли не нарушаем, а высаживаем как есть. Единственное, в жаркое время года, в июле месяце, надо поверхность чем-то забелить, замульчировать, чтобы от солнца не нагревалась поверхность земли. От последнего времени посадки и до заморозков должно недели две пройти, чтобы корневая система приросла, чтобы растение подготовило к зиме. Рассмотрим непосредственно посадку саженца плодовых культур, в данном случае саженца абрикоса на месте. Для дальнейшего развития саженца абрикоса выкапываем соответствующую посадочную яму, глубина которой желательно не менее 70 см и шириной 50 см. В процессе выкапывания ямы плодородный слой откидывается на одну сторону поверхности земли, а глина и прочие примеси на другую сторону. В дальнейшем вся глина и прочие примеси вывозятся с приусадебного участка, а плодородный слой перемешивается с перегноем, с удобрениями и закладывается обратно в эту ямку, чтобы в дальнейшем растении в жизненном цикле своего развития находило необходимый ему микро-макроэлемент. Продолжение следует...